Жители поселка Нагаева собрались на эко-урок. Среди них те, кто уже несколько лет сортирует отходы, и те, кто впервые слышит об опасности мусора, который мы выбрасываем каждый день. Просто шоком для меня было, на самом деле, какие сроки разложения того мусора, которым мы пользуемся ежедневно, в каком объеме мы выбрасываем мусор, что на самом деле практически каждая вещь имеет вторую жизнь. И 85% того мусора, который мы просто сваливаем в мусорку, может быть использовано вторично. И на самом деле это даже очень неудобно, когда ты не выносишь огромный мусор, огромные пакеты, с которого все вываливается, а очень цивильно выносишь отдельно одну фракцию, другую. К этому просто нужно привыкнуть, и это будет легко, удобно для всех. Людмила сортирует мусор около полугода. Говорит, что вдохновили друзья, которые делают это, живя в многоквартирном доме. О необходимости сортировать отходы рассказывает Вероника. Подобные эко-уроки она обычно проводит в школах, а на предприятиях помогает организовать раздельный сбор мусора. Простые эко-привычки могут сэкономить семье из четырех человек в среднем 82 тысячи рублей за год. Человек в год берет где-то 450-500 пакетов. И это в среднем составляет сумму от 4,5 до 5 тысяч рублей в год. Вероника сортирует отходы почти два года. Выделяет пластик, стекло, макулатуру, жестяные банки. Она сама отвозит отходы в пункты приема. Там мусор превращают в детское счастье. Собранные деньги идут на реабилитацию детишек, так как их привычки позволяют заботиться о природе и будущем. Алина Тайпова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.